всем еще раз привет спасибо что подключились вкратце что будет сегодня происходить я анонсировал формат проведения воркшопа виде лайфкодинга с вами формате песочницы единственное рабочее решение которое подошло это вес код лайфшеринг перед я перепробовал различные сэндбоксы вот и к сожалению ни один под задачи не подходит вот поэтому если у вас есть вес код и вы пользуете активно вес кодом то можете подключаться если нет то не проблема я буду все время шарить экран и показывать что пишут другие насчет написания я предлагаю поступить следующим образом давайте попробуем сделать так кто-то один будет писать например да активно вот девелопить другие будут в процессе помогать исправлять какие-то ошибки чтобы избежать конфликтов вот из тех кто подключился кто готов скажем заниматься фазой активного девелопмента из тех кто сейчас на звонке не волнуйтесь ребят не стесняйтесь я буду подсказывать буду помогать в любом случае нужен один желающий давайте я хорошо так это у нас второй получается да вот отлично значит мы определились что же как я уже говорил это будет довольно интересный эксперимент вот воспринимать его именно так они какое-то хорошо подготовленное занятие я сам не знаю как он сейчас пойдет но я думаю что все будет хорошо давайте дам пару вводных что нам за сегодня нужно сделать значит прежде всего нам необходимо будет уже сделать полноценное взаимодействие с бэкэндом и для этого я вам пошарил ссылку на коллекцию в постмане вкратце как это вообще выглядит задеплоен бэкэнд на хироку и в этой коллекции я описал основные реквесты с которыми нужно работать здесь уже где пост реквесты уже описал формат бадди вот то есть можно уже там логиниться регистрироваться после кости например когда мы там делаем логин вот у меня как раз уже в этом бэкэнде есть созданный под меня юзер вот как только происходит логин мне приходит вот такой вот response токен и в мой текущий пользователь которым я буду пользоваться кто следил за нашими воркшопами помнят что скажем для начала мы пользовались моковыми данными и наш текущий пользователь получался вот с этого сервиса у нас здесь вот такой вот статический объект соответственно когда мы получили нашего текущего пользователя то нам необходимо его предоставить всем компонентам которые нуждаются в этих данных здесь нам поможет уже RxJS точнее его структуры как какой-то из сабжектов вот их всего три если помните это сабжект бихевер точнее четыре сабжект бихевер сабжект асинг сабжект и реплей сабжект какой-то из них нам точно подойдет то есть как только мы получили можем здесь организовать какой-нибудь сабжект и на него подписаться с компонентов где нам эти данные необходимы вот далее для того чтобы отправлять запросы с авторизированным пользователем вот у нас есть дальше идет секция с get запросами и по запрос который нам позволяет отправлять сообщения нам необходимо добавить вот следующий хедер после логина нам приходит токен вот такой вот строкой а для того чтобы нам сделать реквест нам необходимо в каждый запрос проставить авторизейшн далее идет слово берер пробел и вот эта вот строка которая нам пришла после логина или регистрации вот в целом все модельки которые были созданы все моки которые были созданы они как раз таки уже были ориентированы на то что мы будем получать данные именно в таком формате вот так что ничего переделывать не нужно дальше что нам необходимо вообще в принципе нам необходимо сделать авторизацию для этого были созданы две странички в аус модуле это санин и сайна в принципе они довольно простые нам необходимо будет здесь сделать реактивную форму и отправлять запросы на авторизацию после того как мы авторизовались успешно будь то логин или регистрация мы перебрасываемся на окно с мессенджером в левом списке у нас находятся все доступные диалоги для того чтобы их получить нам необходимо сделать запрос get all conversations на случай если вдруг вы не поставили постман и вам необходимо помощь будет с тем какие запросы слать вот я готов с этим помочь в левом левая секция мы получаем список всех доступных диалогов и для того чтобы начать диалог с по зарегистрированным пользователям которого сейчас с которым мы еще не переписывались нам необходимо воспользоваться поиском в предыдущих воркшопах мы сделали так чтобы этот поиск фильтровал все доступные диалоги сейчас же нам необходимо чтобы при вводе в этот search box в этот список выводился результат запроса в search users выглядит он примерно следующим образом опять же для того чтобы идентифицировать что это мы отправляем авторизационный хедер и далее в кури параметрах мы указываем буквочку q вот сюда пойдет то что мы на тайпали в search box для того чтобы не делать лишних компонентов автокомплитов предлагаю просто вместо списка диалогов подставлять список с search результатом для простоты как только мы нажали отправляется запрос на get conversation with user созданный в коллекции и далее мы уже получаем все сообщения и для того чтобы отправить опять же шлем пост запрос все скажем все реквесты вот описаны вот здесь в пост мне если вдруг посман не установлен попробую пошарить немножко по-другому окей теперь довольно тоже интересный момент а как нам собственно организовать непрерывную подписку на обновление что мы получили новое сообщение для этого был создан сервис назвали высокий сервис он использует под капотом соки той можно было конечно воспользоваться обычным сокетом без установки дополнительных зависимостей вот но бэкэнд который был найден был написан с использованием соки той и подключением через обычный обычное создание инстанция веб-сокет не работает он работает но почему-то не пингуется поэтому было было использована сторонняя зависимость но в целом здесь больше ничего делать не нужно единственное только что как только мы получили какое-то сообщение то нам необходимо тоже организовать подписку используя средства ркс на текущее сообщение то что мы получили новое сообщение когда мы находимся в текущем диалоге нам необходимо только обновить весь контент который мы здесь имеем то есть мы получили новое сообщение от нашего собеседника и мы запушили новый объект в этот же массив делать какие-либо индикаторы в левом левой панельки о том что мы получили новое сообщение пока не надо для простоты хватит подобного поведения вот принципе наверное все если у вас есть какие то вопросы потому функция функциональности которые мы планируем задавайте расскажу можно я задам вопрос последний как раз то есть если мы получаем сообщение но мы не находимся на этом диалоге мы вообще ничего по этому поводу не делаем правильно пока пока сделаем так и я очень извиняюсь что у всех время я пропустил первые пять минут и не очень понял в каком формате мы будем работать кто-то один будет писать либо каждый пишет я так понимаю мы все работаем над одним одной версии документа то да то есть шарится одна версия документа будет писать один доброволец у нас это юрий он будет заниматься активным девелопментом для того чтобы избежать возможных конфликтов если вдруг вы и скажем находите какие-то ошибки вы можете сразу оперативно и исправлять вот дабы ник чтобы имплементация каждого не конфликтовала давайте попробуем сделать так если будет понятно как это распараллелить то подумаем как это можно сделать но юрий будет у нас заниматься активным девелопментом одно в любом случае вы можете ему подсказывать если если вдруг там какая-то идея нужна будет понял спасибо окей если больше вопросов нету по функциональности вот я предлагаю начать вот я предлагаю начать с авторизации так как это довольно простая функциональность и скажи постман стоит у тебя с коллекцией да да а ну хорошо то есть окей я думаю можно начинать тогда вот ваше действие для начала ой-ой-ой-ой-ой для начала наверно лучше бы создать сервис я сейчас посмотрю где тут создать сервис по регистрации наверно или лучше ай-ой-ой пусть будет один аус сервис предлагаю сделать так мы создадим аус сервис внутри модуля аус и как только мы получили данные о текущем пользователе вместе с токеном мы воспользуемся юзер сервисом который лежит у нас в коре здесь мы уже сам джек создадим ок тогда создаюсь сервис в аусе у меня наверно нету допуска и я не могу пользоваться терминалом ок давай посмотрим так а терминал ридонали ну-ка мэй крит райт ссоре попробуй сейчас а если только что это вот да надо новую терминальную сессию наверно создать тоже ритм райт сделаем а вот тут мы обязательно сервис или могли через интерсектор как-то это зайти или нет а это сервис который будет отправлять запросы мой интерсектор нам тоже понадобится кстати пока юра занимается сервисом кто-то может начинать уже создавать интерсептор я не думаю что мы сможем одновременно это сделать ну мы скорее всего будем перехватывать инициативу друг на друга ну потому что когда ты нажимаешь что-то как админ да мы сразу видим все экран твой ну а как бы сейчас вот юра пишет и мы видим то что юра делает а какая вот маленькая подсказочка у нас юрел бэкэнда находится уже в инвариумент так как я понял это регистрация значит она должна принимать себя тело и изначально мы и ребят если в написанном коде вы можете что-то поправить можете сразу подключаться и писать желательно когда вы пишете комментировать это очень это очень важно вот а по поводу интерсептора в параллеле вот вы можете скажем в бэкграунде его создать и я просто не буду шарить этот файл что я думаю попробовать стоит хорошо давайте я тогда займусь интерсепторами нам получается нужно два первый по подмене урла второй по подставке токена или мы это объединим в одном желательно конечно делать это в разных интерсепторах вот но для экономии времени можем сделать потом я и а ты не http модуль ищешь что за html модуль и зачем он здесь и он большими буквами начинается писать четыре первых больших буквы все равно не находит откуда так смотрите смотрите давайте мы сделаем вот так потому что у меня есть автокомплит вроде бы должен быть нету ну ладно но это как минимум должен быть сервис по моему там вот так у меня видимо какие-то проблемы с автокомплитом поэтому сейчас еще параллельно в что он подключить смотрите для начала скажем модули не импортируется в классы они портну точнее в сервисах компонента не импортируется в модуле а в сервис нам необходимо запроводить уже сам сервис который называется html client у у у у у у у тяжело без автокомплитера не знаю почему не работает согласен пост и мы должны сюда отправить по этому адресу как там переменная называются черт наверно смотри здесь уже не созданной модельки вот для регистрации мы отправляем регистрации квест модул для логина соответственно логи в реквест мутал а откуда они импортируются модельки с в этом же модуле что могу и в пост после о сначала идет урал потом батю и общем а как мы создаем уже интерсептор для урла то в принципе нам импортировать урл не нужно нам достаточно только указать слэш ау слэш регистр немного не понимаю но в любом случае регистр тогда принимает себя что смотри а мы можем в сервис вообще желательно сервис передавать уже объект то есть объект типа а сейчас допустим объекте по регистр реквест модул и нам не нужно будет деструктурировать так как мы сразу этот объект сможем послать в реквесте так я прошу прощения что вырываюсь у меня тоже какие-то проблемы с терминалом не дает если я создаю новый терминал то он не не дает там ng generate использовать потому что говорит что это не ангуля project а вот в двух существующих терминалах он что-то не дает мне работать там есть третий для всех а а где он у меня его не видно вернее смотри в лайфшире видишь иншир терминал сможет тебя есть сейчас секунду я перейду на лайфшире потому что я ну вот у меня тут два терминал запущенное приложение а второй это свободный можно им да ну вот у меня здесь у меня не получается здесь удалить из него потому что тут он какие-то остатки от крейта остался а ну вот сейчас получается попробуй clear сделать почистить терминал так очистился да так вижу что а первый метод уже есть вот нам нужно будет сделать второй так нужна помощь еще одного человека зала мы начнем в этих страничках которые мы создали нам нужно будет сделать форму скажите вас ну в рамках расписания у вас были уже реактивные формы на этой неделе да вот в общем нам необходимо создать реактивные формы для двух страничек санин и сайнап вот здесь это пока что я сделал вот так еще вот кто сможет тогда сделать реактивные формы кто-то еще из зала у нас под под подключен ребят не стесняемся что еще раз не могу сервис импортировать у меня пути прям не показывают так давай давай попробуем я смогу взяться за формы но когда закончится интерцептора но смотри если нет это еще желающие да смотри ты занимаешься интерцепторами ребята кто еще есть желающие поконтрибьютить пописать код нужно написать формы для страницы логина регистрации давайте я тогда начну тоже вот так как третий человек и скажем захочет он подключится окно я параллельно тоже будут давать комментарии не знаю чтобы сильно ребятам не мешать принципе как так я уже упомянул что у нас есть уже созданные модельки то мы будем опираться на их проперти еще нам нужна форма а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, сори, у меня почему-то Teams решил отключиться. Вот я пропустил, что Дмитрий говорил. Я не разобрался в том, почему у нас был sign-in и видел второе такое же название, там in и up, ну, две буквы всего лишь, а думал, что два одинаковых компонента, извини. Но они, в принципе, похожи. По-хорошему в продакшене, если компоненты очень сильно похожи друг на друга, то необходимо сделать какую-то обертку общую и через ng-контент прокидывать контролы. Так, ребят, у меня только здесь на маленькая просьба будет, если кто-то не говорит в данный момент, лучше минутать микрофон, чтобы, там, скажем, сильных шумов не было. Так, я вижу, что Юра решил создать template-driven форму, но окей, пусть для, скажем, для демонстрации у нас будет два подхода. Значит, у нас sign-up page будет с template-driven формой через ng-model, только необходимо нам еще импортировать forms-model. Вот, тогда все должно заработать. Так, а здесь, вот, кто мне скажет, что мне необходимо сделать, чтобы вот эта форма начала слушать форм-групп, который находится в классе? Form-контроль, события показать, вроде так. Да, ну, для того, чтобы нам проставить форм-контрол, нам необходимо сначала сказать форме, что она относится к форм-группе, которая находится у меня в компоненте. Вот, и дальше поставляем уже форм-контрол. Вообще не так. Нам достаточно имени, потому что мы объект не будем пробрасывать. User name и password. В принципе, все довольно просто. И все, нам осталось сделать только привязку к событию. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... Окей, вижу, там интерсептор создается. Так, а мы продолжим тогда в зал сервис, мы просто тогда сделаем логин. Так, ну, так как интерсептор вот Юра вопрос задавал по поводу того, по поводу URL, что не совсем понятно. Скажем, я обычно в своих проектах делал примерно следующее. Да, вот, подставляется... Мы сразу каждый запрос, который будет идти через HTTP Client, подставим API URL. И это значительно упростит нам жизнь, потому что нам не придется каждый раз дергать environment API URL. А значит, мы можем в all-сервисе сделать примерно следующее. То есть нам достаточно сделать только slash house slash sign-in, по-моему, регистр. Вот таким вот образом. И теперь, когда у нас есть интерсептор, вот этот URL у нас трансформируется в полную абсолютную URL, которая будет смотреть на наш backend. Так, у меня вопрос по поводу подстановки этого токена. Токен же мы будем получать при логировании, соответственно, складывать его в юзер-сервис. Нам, получается, нужно внутри интерсептора себе заинжектить юзер-сервис. И смотреть, а есть ли вообще в юзер-сервисе на данный момент токен? Если нету, то вообще ничего не делать, а если есть, то брать его. Правильно понимаю? Да, верно. А сам токен, ну, вообще можно обойтись для простоты обычным локал-сториджем. То есть юзер-сервис можно воспользоваться только для, скажем, для оповещения других компонентов о пользовательских данных. А то есть токен мы будем брать из локал-сториджа, да? Да. Хорошо, так, только единственное, я не очень помню, как здесь отменить запрос, если у нас нету, ну, допустим, мы решили почему-то отменить запрос. Как мы внутри интерсептора можем это сделать? Или мы сейчас не будем вообще за это заморачиваться? Лучше пока не стоит. Но если токена нету, то просто пошлется запрос без токена. Ладно, хорошо. Ну, получается, может, то есть даже получается здесь напрямую. А, так, вопрос. Локал-сторидж, это чисто этого, браузера фишка. Как нам здесь до нее дотянуться? Просто localstorage.getset и так далее. Она возьмется с Windows. Мы это будем хранить каким-то объектом, либо это будет просто токен и все? Будет строка обычная. Обычная. Вообще, localstorage хранят именно строки. То есть, если хотите хранить localstorage объекты, то его нужно преобразовать в JSON строку. Только там, по-моему, getitem. Это аж фишка. А вот вопрос. Если мы что-то получаем, да, из сервиса, ну, вот как у нас в текущей таске, делать get запрос на youtube-опишку да там не должны получить что-то вот это то что мы получаем вот это вот логику ее в интерсекторе описывать или в сервисе и он вот где ее лучше смотреть логику по получении чего данных ну то есть данное которое джессоном вернет и там будут у нас всякие строки прописаны ну объект на которого получаем и в интерсекторе нет смысла так как он применяется для всех запросов если ты используешь какой-то endpoint для получения данных то есть два варианта если ты планируешь использовать эти данные как есть то можно воспользоваться синг пайпом прямо внутри шаблона если эти данные необходимо как-то преобразовать ну вот здесь например мы дернули сервис нам необходимо так как он возвращает обзор был нам необходимо на него подписаться сюда тебе придут уже данные если ты хочешь до того как сюда эти данные попали как-то их преобразовать перемапить то прямо в сервисе ты можешь скажем воспользоваться rxg с операторами и скажем там преобразовать например у меня пришел респонс какой-то да я понял понял вот именно об этом и был вопрос что где-то сервис сервисе это делать или так я закончил с интерцептора могу переключиться на активную форму если надо если нету сижу наблюдаю так отлично интерцептор у нас есть давайте смотреть нам нужно его еще core модуля подключить да 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 точно его нужно подключить а дальше что нам нужно будет сделать мы закончим с логин flow и нам необходимо будет сделать полноценную реализацию гарда чтобы он нас не пускал в это окошко если мы не залогинены верно вот так так хорошо сайнин у нас в принципе уже есть так сайна вроде кто-то писал видел да тут у нас используется темплей древен форма окей пусть будет а если необходимо в случае темплей древен форм сделать валидацию на required поля то обычно добавляется атрибут required прямо в сам шаблон то есть примерно вот таким вот образом в принципе рекорд это скажем стандартный атрибут вот и он как раз используется мы делаем all сервис регистр хорошо так и после так а кто sign up писал нам необходимо сделать я я а это уже перебрался тогда так но нам необходимо будет еще сделать редирект на случай успешной регистрации нужно сделать редирект на страницу с чатом если я не ошибаюсь пост тоже какой-то запрос и прибывает про присылает правильно а он присылает данные но они нам в данный момент не нужны ну а проверить успешно ли прошла регистрация или нет а если она прошла успешно то у тебя весь флоу пойдет уже в сабскрайб в случае ошибки просто будет рейзнут http р респонс и он в сабскрайб уже не попадет он попадет уже в кэч-эвэр мне нужно время тут что-то упало у меня броу расширению так а скажи а зачем отдельно создавать провайдер а прошу прощения да это я на случай если их несколько сразу привык что сам когда делал задание делал несколько соответственно и создавал отдельный файлик который все одновременно делает да в нашем кейсе можно не заморачиваться запроводить так одним этим на прямую в корма доля сюда это я загнался здесь нужен нам будет редирект нам нужно будет редирект мы редиректимся на главную страницу отлично так в принципе sign in sign up странички у нас уже готовы что еще раз на странице чат надо редиректиться да все верно на страницу чат но мы поставили руль что если мы редиректимся на страницу то он автоматически нас перебрасывает так хорошо если только момент а юра удалось переподключиться нет я не могу на репозиторий почему-то зайти вернее не могу найти где у меня слетел моду зависимости я ее сейчас заново скачиваю зависимости какие расширениями расширения 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 слетела окей может есть еще кто желающий по контрибьютики есть я бы мог раз распределить задачи и сам параллельно бы еще делал кто смог подключиться в любом случае мы создали юзер-сервис который будет оповещать наши компоненте о том что мы загрузили данные так как там в некоторых местах это понадобится и для того чтобы это сделать пожалуй мы сделаем следующее current user обычно если переменная подразумевает что это будет стрим обычно я называю это со знаком доллара в конце и сделаю это реплей саджик почему потому что если мы сделаем напомним основные отличия саджиктов простой саджик а он скажем на него подписались мы заслали какие-то данные подписчики данные получили а в случае если появится новый подписчик то он последние данные не получит он получит только тогда когда мы зашлем новый апдейт behavior subject нам позволяет задать какое-то начальное значение а и дальше он работает точно так же как обычный саджик реплей саджик как раз таки нам позволяет засылать последнее значение всем подписчикам даже если мы подписались недавно поэтому мы его и используем а значит нам нужен current user мог мы пока оставим вот в принципе поскольку это public property то можно на него и заслаться нам нужно проставить текущего пользователя для этого мы вызываем next и засылаем юзера сюда принципе нам этого достаточно теперь как только мы после авторизации получили скажем необходимые данные нам необходимо в юзер сервис эти данные и заслать единственное только что поскольку мы будем приложение каждый раз перезагружать то нам необходимо будет получать еще данные текущим пользователям для этого у нас уже есть отдельный эндпоинт который позволит получать авторитекущего авторизионного пользователя это слэш юзер слэш не я использую дженерик для того чтобы приходящий тип сразу конвертировался в мой интерфейс вот это получение текущего пользователя теперь что мы делаем нам необходимо скажем как сюда могут попасть данные либо из вне мы явно вызвали set current user это у нас будет происходить с а у сервиса что мы сейчас и сделаем а и для того чтобы это сделать мы воспользуемся простым оператором таб который не будет преобразовывать выходящие данные а просто вызовется с переходящим пейлоудом вам еще здесь понадобится юзер сервис так что там у нас с интерсептором так готов и про модуль у нас он уже есть да только надо удалить вот этот файлик который статус права видимо не хватает неправ хорошо так его уже удалил и clear interceptors тоже они в конце там болтаются в модуле у нас и за модулем это что у нас ну видимо когда ты сказал терминал почистить надо создался clear interceptors а я понял хорошо так это мы почистили так и ты там только что в юзер сервисе этот или в аус сервисе там носил изменений ты заинжектал не туда ты заинжек то в метод а не в конструктор интересно спасибо 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 Спасибо. Соответственно, нам необходимо проставить, так, как мы в интерсекторе, мы получаем токен. Соответственно, когда мы залогинились, то нам этот токен в local storage нужно проставить. Так. Что мы, соответственно, и сделаем. Мы проставили здесь токен. И то же самое сделаем вот здесь. Отлично. После того, как мы сделали логин и регистрацию. Так, а это что? Откуда signup page? Чему-то здесь получился. Так, ну хорошо. У нас есть сервис. Единственный такой вот маленький штрих, который здесь остался, это нам нужно получать текущего пользователя. Случаи, когда мы рефрешим страницу. Ну и, соответственно, нам как-то необходимо... Начать загрузку текущего юзера. Поэтому мы идем сюда. И прямо в app-компоненте сделаем следующее. Мы делаем fetch-user. И прямо подписываемся, ничего не делая. Ну или можем сделать вот так. Так. Вот я воспользовался методом finalize, который, если вы помните, то обзоровые могут комплитаться. Соответственно, так, любой http client с observable, он комплитается сразу же, как только мы получили response. Любой, неважно, либо success, либо error. Мы сделаем вот таким вот образом. Обязательно нужно подписаться. Потому что, если мы этого не сделаем, то у нас запрос не пойдет. Так, я думаю, в принципе, можем пробовать. Единственное, только что у нас нет настроенного гарда. Но я думаю, это не сильно большая проблема на текущий момент. Давайте попробуем тогда сейчас сделать sign-in. Сейчас только network сделаем. У меня есть уже credentialы созданные. Login. Отлично. У нас логин request прошел. В респонсе мы получили токен и текущего пользователя. И сейчас, если мы зайдем в application, в local storage, то увидим, что вот наш токен. То, что остальное пришло, это, я думаю, это не столь важно. Сейчас давайте мы еще раз делаем. Вот, токен нам пришел. Теперь нам необходимо... Так, оно срайст. Не подтянулся наш токен. Вот, если мы зайдем в local storage, то у вас по ключу токен, вот он у нас лежит. Давайте разбираться, что у нас тут. Там, может быть, когда в интерсепторе BR не указано. Не уверена, что где-то я видела. А, точно. Просто токен. Тут нету строки. Ой, не так. Вот, теперь все как положено. Вот. Так, мы текущего пользователя получили. Так, и для полного счастья давайте мы проверим регистрацию. Регистрация. Тоже прошла успешно. Test.sobaka.test.test. И, соответственно, перезагрузили страницу. Нам пришел тестовый пользователь. Отлично. Значит, мы авторизацию уже сделали. Поехали дальше. Теперь мы будем работать с непосредственно самим окном мессенджера. Предлагаю тогда тоже, раз у нас сегодня собралось два активных контрибьютора, предлагаю разделиться. Один человек будет заниматься левой панелькой. То есть, нужно здесь сделать выгрузку всех доступных диалогов для текущего пользователя. Если таковых диалогов нет, просто ничего не показываем. Поиск должен работать по пользователям. Для того, чтобы это сделать, нам необходимо воспользоваться следующим запросом. То есть, search users нам позволит искать пользователей. И вместо списка текущих диалогов у пользователя, мы воспользуемся списком пользователей найденных. Этим будет заниматься один человек. А второй, скажем, с помощью постмана и поиска пользователей, сможет навигироваться по текущему URL, подставив этот параметр. И нам необходимо сделать отправку сообщений. И, соответственно, получение новых сообщений через сокет. Вот. Кто чем готов заняться? Ну, я могу что левую, что правую взять. Юр, ты как считаешь? Юра не с нами, судя по всему. Ну, окей. Андрей, тогда предлагаю тебе заняться левой колонкой. Может, кто-то еще готов код пописать. Не стесняйтесь, ребят. Это довольно интересный опыт, я считаю. Окей. Тогда давай, Андрей, дерзай левую сторону. Для этого нам нужно будет еще... У тебя же постмана стоит? Да, стоит. Хорошо, тогда, значит, доступ к коллекции тоже есть. Хорошо, тогда сделаю еще небольшие штрихи. Вот. Так как у нас уже юзер-сервис содержит текущие данные, то вместо Moco нам необходимо будет дернуть вот этот Replay Subject. Единственное только что для, скажем, для полноты картины я сделаю прям совсем красоту. Вот. Предлагаю похожее решение. Нам просто необходимо сделать полноценно работающий гард. Поэтому мы делаем следующее. Мы не будем пропускать, скажем... Мы сделаем просто, наверное... Get user observable. Чтобы сейчас конфликты не создавать. И делаем примерно следующее. Current user. Но что я хочу сделать? Я хочу, чтобы... У меня было какое-то, скажем... Ну, начальное значение мы уже сейчас не сделаем. Единственное, что мы можем сделать, это... Не пропускать значение, пока мы не зафечили. Можно сделать еще примерно вот так. Я уже сразу понял. Catcher. Мы здесь можем сделать Catcher. Это на случай, если мы не авторизированы. Единственное, только момент, что с Catcher обязательно нужно вернуть observable. Я сделаю это вот так. Скажем, функция off нам позволяет создать observable из одного значения. Иногда это может быть полезно. Так. Тогда нам вот это не нужно. Сделаем generic, чтобы остальные компоненты понимали, что у нас может прийти либо null, либо user model. Вот так вот. Так. И теперь предлагаю сделать уже полноценно работающий guard. Чтобы прям совсем было хорошо. Здесь мы подставим наш сервис. Вот так. И в handle пойдет следующее. Мы будем возвращать уже observable. Узер сервис. Current user. Значит, guard возвращает либо boolean, либо URL3. Это мы уже разобрали на предыдущем воркшопе. Воспользуемся оператором map. Значит, если у нас пользователь не null. Просто для понимания так вот пишу. Мы возвращаем true. По темному случаю мы возвращаем вот это. И, соответственно, вот это нам уже не понадобится. Так. Надеюсь, я там, Андрей, ничего не сломаю. Что у нас там с чат-сервисом случилось? Это я сейчас. Там в конструктор добавил HTTP клиент. Но почему-то дикий синхрон идет между нами. Что я его уже добавил, а к тебе он еще не добавился. Мы бы знали, какой синхрон идет между записью и тому, что происходит в принципе. Вот, у меня буквы начинают добавляться. Сами по себе. Это не я добавляю. А, ну это вот, скорее всего, мне записи и долетают. Так, давайте проверим, работает ли Гард. А кто-то что-то сказать хотел? Ну, я уточняю по поводу синхрона. Вы говорите, что он у вас между, не видите. А я смотрю, что есть на записи, то, что происходит в LiveShare. И LiveShare далеко не успевает. Да уж, ну технология, видимо, несовершенная. Ладно, так. HTTP клиент, клиент. Вот у меня только сейчас клиент успел долететь. Чему-то. Это очень странно. Ну, ладно, не суть. Тогда что мы делаем? Ну, судя по всему, Гард работает. Вот, сейчас попробуем application почистить в Storage. И вуаля, мы редиректимся на sign-in. Network. Что случилось? У нас редирект не произошел. Потому что... Чему? Так, давайте смотреть. Во-первых, нам нужно сделать take. Нам нужно одно значение. Объясню принцип работы операторов семейства take. Есть take until, просто take, take while и так далее. Они завершают observable, когда происходит какое-то событие. Например, здесь, когда мы получили одно значение, observable считается комплитнутым. Вот, и судя по всему, именно из-за этого... Так, давайте еще раз aus-service проверим. Правильно, мы проставили токен. Current user мы засетали. Providers у нас chat-service. Насколько правильно... А, ну да, здесь provided in не указано. Так, судя по всему, что-то странное с LiveShare происходит. Ну да, я практически не могу работать, потому что у меня все дико тормозит. Так, может попробуем перезапустить тогда? Я тогда новую ссылку дам. Давайте. Ну, это, кстати, скорее всего проблема на моей стороне с интернетом, потому что периодически у меня голоса пропадают. Я, например, ответ услышал только спустя 5 секунд. Так, а что здесь не так? Это очень странно, потому что у нас же есть уже injectable. Так. Так. Продолжение следует... Очень странные вещи какие-то происходят. Так, давайте тогда попробую сейчас перезапуститься. Вот сейчас я стопаю лайфшеринг. Я, может, глупость скажу, а если в injectable написать provider root, это не поможет никак? Поможет, но у тебя сервис будет заинжектан в root injector. Вот, у нас уже он был запровайден в модуле, вот, и все необходимые декораторы на месте. Вот, и почему-то сейчас это не работает. А здесь вообще другая ошибка. Причем, кстати, интересно, я даже сессию остановить не могу. Продолжение следует... Да, что-то прям совсем... Угу. Мне даже сессия не останавливается. Так, а у вас сессия прекратилась? Кто подключался? Ну, меня вообще выкинуло, но у тебя я до сих пор еще вишу. Да. Ладно. Что поделать, тогда так, либо давайте попробую полностью вскод перезапустить. Потому что у меня даже сессия не хочет завершать. В общем, да, крайне нестабильно, к сожалению, работает. Так, что ж, пробую тогда еще раз. Стартинг коллаборейшен сешен. Отлично. Так, сейчас зашли в новую ссылку. Из того, чего я вижу. У нас... Да, вот, кстати, вот я до нашего текущего занятия создал... Немножко переделал наш хедер-компонент. Так, что теперь у него появились ссылки. И вот здесь сразу для подготовки я создал категорию ссылок для залогиненного и незалогиненного пользователя. Вот, поэтому нам необходимо будет воспользоваться нашим юзер-сервисом. Отлично. Вот, кстати, можно... Пример использования SyncPype, чтобы лишние подки писать. Так, ну это излогин получается. В юзер-сервисе у нас есть property current user. А сколько-то буллин, то мы сделаем примерно следующее. И, соответственно, теперь мы можем использовать внутри темплейта... А, правильно. У меня же не запущено даже ничего. Так, ну, Андрей, у тебя не подключается? Я пока пытаюсь отставить, отключиться. А просто в бейс-код закрой, потому что у меня тоже, вот, видимо... Ну вот он у меня еще закрывается. То есть он еще даже не смог закрыться. А, ну, хорошо, close anyway. Так. Угу. Вроде это... вроде закрылся. Угу. Так, сейчас попробую снова подключиться. Так, вроде даже работает. Лучше уже стало. Ну, по ощущениям, вроде бы, да. Отлично. А, так, нет, подожди, вообще нет, он вообще не открылся. Сейчас. Угу. Так, у меня вообще что-то все ушло в темный экран. Вообще в винду все заглючило от этого всего. Угу. Нет, на таганде уже пресс-клечусь. Угу. А вы новую ссылку давали или я что-то пропустила? А, в Тимсе я ссылку новую дал. Все, окей. Угу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует... Сейчас небольшое улучшение делаю, чтобы у меня здесь не прыгало. Нет, все равно прыгает. Хочу сделать так, чтобы текущий пользователь либо null получался только после того, как мы сделали запрос. Сейчас можем взять, в принципе, вот так. Можем даже сделать проще. Пропустим обозначение. Смотрим. FetchUser. Мы его проставили. Ну ладно, слишком много времени на это тратить не будем. В общем, я так понял. Так, все, Андрея с нами нету. Что ж, тогда... Тогда будем делать все вместе. Окей, ладно. Так, где мы остановились? Мы остановились на текущем списке. Вот. Единственное, только что... Ребят, проголосуйте. Я уже... Просто у нас уже довольно... Сегодня много времени прошло. Вот. Как вы считаете, имеет ли смысл сегодня закончить то, что мы запланировали? Либо же стоит перенести оставшуюся логику на следующее занятие? Просто дополнительно сделаем. Вот. Как считаете? Я подумаю, что можно с лайфшерингом сделать, как это сделать лучше. Но, судя по всему, это работает не слишком идеально. Что нам осталось? Смотрите, нам осталась вот эта страница. То есть мы за сегодня настроили авторизацию регистрации, настроили гард и пока что все. Вот. И интерцептор сделали так, что у нас подставляется токен. То есть мы на этапе загрузки страницы уже получаем текущего пользователя. Можно снова в чат отправить ссылку на сессию в лайф сервер? Да. Смотри. Ну вот раз тут переподключался, я тут задал вопрос. Имеет ли смысл сегодня, скажем, закончить нашу применитацию? Так как уже довольно много времени прошло. И переключиться на вопросы, если вдруг у вас есть. Либо мы закончим сегодня, либо мы перенесем то, что осталось, на следующее занятие. У меня такое, если закончить, то, наверное, чтобы ты это закончил, чтобы быстрее не было этих вопросов. Если все хотят закончить. И либо уже перенести. Ну это мое такое. Да, просто уже довольно много времени прошло. К сожалению, вот из-за того, что лайфшир достаточно неидеально работал, вот мы смогли сделать немного совсем. Ну окей, смотрю, что в чате пишут про следующее занятие. На следующем, если говорить через неделю, то планировалось уже, скажем, заняться NGRX, поэтому где-то промежуточно организуем. Думаю, пущу голосовалку. Но я так понимаю, что на сегодня мы пока на этом остановимся. Но в принципе уже какую-то работу сделали. У меня есть предложение. Может быть, мы до следующего занятия, каждый, допустим, у кого есть желание, время и возможность, выполнить какую-то часть, заимплементировать часть того, что мы сегодня обсуждали. И, соответственно, может там в отдельную ветку это запушит. И в начале следующего задания это можно будет просто коллективно посмотреть и там лучший вариант выбрать и запулить в основную. Хорошо, тогда предлагаю, ну, можно просто форкнуть репозиторий и сделать pull-request в основной. А то есть именно форкнуть весь репозиторий, не делать бранч внутри него? Нет, просто весь репозиторий можно форкнуть к себе. Ага, а я просто не сталкивался, ни разу не делал потом pull-request из форкнутого в оригинальный. А там сразу, когда ты создаешь pull-request, он понимает, что ты хочешь в основной сделать и сразу за тебя все подставит. А, ну все, ладно, хорошо. Так, понял тогда, ну, я готов, да, пободаться вот с этой частью, которая левая, чтобы там получить сначала список имен, с кем есть готовые разговоры, а потом, если что, по серу, что это делать. Да, я думаю, в принципе, такой вариант рабочий. Ну, anyway, мы сегодня успели с HTTP поработать, мы немножко поработали с сабжектами. Вот, ребят, сегодняшнее занятие такое было больше экспериментальное, я бы так сказал. Вот, получилось далеко не идеально, но я надеюсь, что было полезно. И вот, если вдруг еще остались какие-то у вас вопросы, не стесняйтесь, задавайте, будем обсуждать. Пока еще время есть. Хоть не идеально, но полезно. Ну, допустим, именно вот об этой песочнице я туда и предлагал, чтобы мы все могли работать в ней. Так, а можешь еще по поводу правой части подсказать, потому что я уже больше думал про левую и пропустил, что тут нужно в ней сделать? Ну, смотри, в правой части просто ты получаешь текущий диалог, get conversation with user. Вот, там интерфейс в моковых данных уже стоит правильный, то есть с учетом того, какие данные приходят с бэкэнда. И, соответственно, сделать отправку сообщений. Отправка сообщений происходит через пост-запрос. Ну, и, соответственно, если новое сообщение приходит, то нам необходимо будет подключиться к сокету. Вот, сокет у нас содержится в сокет-сервисе, то есть для того, чтобы подконнектиться, вызываем метод connect. Ну, и, соответственно, здесь нам необходимо создать какой-нибудь сабджект, опять же, который будет пушить обновления о новых сообщениях. То есть примерно это то, что нам осталось. Ладно, хорошо. Но, видимо, про сокеты надо будет как-то отдельно почитать, потому что пока я не очень... А здесь, в принципе, ничего такого сложного нету. Тебе нужно... Как только ты получил пользователя, ты делаешь connect. Вот. Здесь необходимо проставить токен. И вот здесь вот есть лиценер на сообщение. То есть каждый раз, когда тебе приходит новое сообщение от кого-то, у тебя вызывается вот этот вот callback. И, соответственно, в этот callback приходит вот такой вот объект. Это incoming message. Вот. И, соответственно, как только ты его получил, просто подставляешь его в созданный сабджект и подписываешься на него с компонента. Ну, либо сервиса, если ты хранишь данные там. Я предлагаю для начала, допустим, к следующему занятию. Я еще отдельно пущу анонс с голосовалкой. Вот. Если у тебя прям есть жгучее желание поработать с проектом, вот. И, ну, не только у тебя, может, у других еще. Это, в принципе, я считаю, что только поощряется, если вы отдельно вместе скооперируетесь и сделаете кусочек функциональности. Я думаю, это будет очень здорово. Можете прямо в дискорде созвониться. Я думаю, это будет похвально даже. А можно где-нибудь туду лист какой-то сделать, чтобы было видно, что нужно делать? Там, например, и все будут подписываться, кто что делает, как раз у какой-то задачи. Ну, типа борды, я так понимаю, трейлы и так далее. Ну, что-нибудь такое. Окей, я думаю, это можно будет сделать. Ну, опять же, это, скажем, только в случае, если это не мешает делать там основные таски, которые у вас есть. Если справляетесь. Ну, конечно, конечно. Работа прежде всего. Ну, конечно. Хорошо. Так, есть еще какие-то вопросы по сегодняшнему занятию? Немножко неудобно. Когда несколько человек программируют и видно только один экран, то непонятно, что другой человек делает. Только результат видишь в какой-то момент. Очень, конечно, для наблюдающих немножко неудобно. Да, я понимаю. Но, к сожалению, для того, чтобы сильно много времени не тратить, я тоже подключился и делал кусочки функциональности. И поэтому я давал комментарии. Но я согласен, да, неудобно. Но вариант решения этой проблемы пока что не ясен. Вот было бы вообще идеально, если бы там, допустим, какой-нибудь код sandbox, например, вот я пытался его завести. Вот, я его импортировал в свой проект сюда, вот, но у меня, в принципе, приложение отказалось запускаться. Вот, и, к сожалению, решения я так и не нашел. То есть, идеальный вариант был бы найти какой-нибудь сервис, который нам позволит прямо в песочнице, вот, как изначально задумывалось, поиграться и сразу видеть результаты. И все видели бы, кто что пишет. Вот. Но, увы, на данный момент, на текущий момент рабочее решение только в VS Code. Может быть, сделать как, то есть, мы в песочнице будем писать код, а, ну, хотя перенос потом это, ну, то есть, идея в том, что удобная песочница для того, чтобы писать код, а запускать уже, допустим, у тебя на машине, и ты это будешь транслировать. Ну, да, вопрос переноса, конечно, этого свеженаписанного кода каждый раз к тебе, он будет такой. Да, процесс довольно затруднительный. Нет, согласен. Задергаемся. Ну, значит, остается сесть и заплакать, и только по одному что-то редактировать. Ну, либо мы продолжаем работать так, как сегодня, либо так, как мы делали два занятия назад, то есть, я пишу и комментирую, и с вами общаюсь. Как лучше. Может быть, совместим это дело, и, допустим, будет вызываться к доске, условно говоря, один из учеников, и вот он что-то пишет, ты комментируешь, могут остальные задавать вопросы. То есть, чтобы мы и не были с одной стороны безучастными зрителями, но с другой стороны и хаос бы не создавался. То есть, ты предлагаешь брать какого-нибудь рандомного человека из текущего звонка и попросить написать какой-то кусочек? Ну, да, да, я думаю так. Я не знаю, как остальные на такое предложение смотрят. Не, оно предложение нормальное, я единственное, что усовершенствовал его, как ты любил задавать вопросы по ходу дела, да, что у нас и как, то кто может ответить или кто может это написать, тот пишет. А сейчас, действительно, когда три человека сразу начали писать, может, и в этом и проблема LifeShare была, да, что твой комп просто не потянул сразу столько изменений и одновременно это все показывать. И поэтому у нас начало выкидывать, ну, тех, кто, допустим, я просто следил, я не писал ничего, и меня выкинуло оттуда. Вот здесь есть еще такой нюанс, что не все пользуются VS кодом, вот кто-то WebStorm предпочитает. Вот поэтому все смотрят мой экран, остальные. Окей, ну, в принципе, над этим мы еще подумаем. В любом случае, ребят, спасибо огромное за предложение. Я думаю, следующее занятие проведем, например, вот в таком ключе, как описали. То есть мы совместим два подхода, и я надеюсь, получится что-то интересное. Окей, спасибо. Ну, тогда все, на сегодня отключаемся. Да, спасибо всем огромное. Спасибо. До новых встреч. Аминь.